Приветствую вас. Я бы хотел, наверное, начать свой ответ с того, чтобы спросить, что делать, чтобы что. Что? Ну, вы описали проблему свою, да? Проблема, она, в целом, она ясна. В целом, проблема ясна. Вот, но не совсем понятно, что делать, что вы хотите. Собственно говоря. То есть, вот что делать, чтобы что вы хотите. То есть, у мужа появились определенные страхи, в силу того, что он, ну, возможно, недостаточно зрел, как личность. То есть, возможно, он не был готов к отцовству сейчас, раз он не был на родах. Возможно, он, в принципе, неверный себе человек. Особенно, если он младше вас на три года. Ну, вот, как бы, знаете, 23 года для мужчины, это вот, к сожалению, еще такой, психологической незрелости. Именно для мужчины, вот, и как бы, это может сказываться на его поведении, вот, в том числе и на сексуальной активности, вот. Ну, в частности, это может быть, допустим, связано с тем, что у человека есть какие-то стереотипы относительно того, что он... А, ну, относительно того, что, допустим, женщина, которая рожала, с ИПБ, она менее сексуально привлекательна, скажем так. Вот, при том, что это абсолютно может же быть не так, да, то есть, это абсолютно может быть, ну, абсолютно может не соответствовать действительности, вот. Вот, абсолютно может это неправда быть, но если человек внушаем, вот, к примеру, как ваш... Как ваш муж, допустим, если человек очень внушаем, то это определенно влияние достаточно серьезное способно оказать. Вот, поэтому тут, опять же, нужно исследовать. Более подробно и деликатно, я бы сказал, что ли, контекст, с которым всё это происходит. Это первый, это... Такой момент. Значит, вы говорите про швы, про то, что он боится причинить вам боль. Я думаю, что проблема, если честно, более глубже, я думаю, что проблема в том, что человек перестал чувствовать себя мужчиной, он начал чувствовать себя преимущественно отцом. Теперь, это такой вот кризис, ну, кризис восприятия себя, вот, на мой взгляд. А, потому что слишком уж и резкие какие-то изменения произошли. То есть, если бы он боялся написать бред, то... Это было бы всё-таки более такая плавная, как мне видится, реакция. Вот, ответственность такая, что человек не был на родах. Вот, что свидетельствует о том, что у него... Какое-то отношение к рождению ребёнка... Не очень. Ну, не очень хорошее, очевидно. Вот. Ну, и плюс это. Что это очевидно, что... Ну, на мой взгляд... На мой взгляд... Эм... Очевидно, что... Человек... Эм... Как-то, вот, боится отцовства. Что-то надо ещё посмотреть, как он... Эм... Эм... Сына действует с ребёнком. Вот. А я, правда, не очень понял... А... Как вы, набрав... Эм... Значит... Эм... Вот, как вы, набрав... Эм... 10 килограмм... Как вы это 10 килограмм... На... Эм... Второй, условно, день, да... Уже... Сбросили. Эм... То есть... Я вот, честно говоря... Этот момент... Как-то, вот, не понял... То есть... Тут... Либо вы... Эм... Что-то... Ну... Напутали... Что-то не так сказали... Может быть... Эм... Либо... Как-то что-то... Да... А... Либо... Ну... Какая-то у вас... Искаженная шармация... Ну... Десять килограмм... Пару в день никак не уйдут... Вот... Возможно... Опять же, мужчина настолько... Не уверен в себе... Что... Увидев вас... Эм... Скажем... Пополнившую... Даже один раз... Было достаточно для того, чтобы... Перестать испытывать к вам сексуальное влечение... Ну... Опять же, это свидетельство только о том, что человек... Эм... Чего-то боится... Либо у него проблемы с чувствами... К вам... Вот... Тут есть... Вариантов, на самом деле, очень много... Так иначе... Да... Даже не то, чтобы проблема вашего мужа... Эм... Только... Я считаю, что это... Проблема ваша... Ваша совместная... И... В первую очередь, наверное, нужно разговаривать с вами о бойме... Для того, чтобы понять, что конкретно происходит... Вот... Значит... Вы... Эм... Ничего не пишите о том, что... Эм... Значит... Вы хотите... Эм... Вы ничего не пишите о том... Как вы восприняли это... Вот... Эм... Ну и, соответственно, вы пишите... Вот... Я уже не знаю, что делать... Раньше проблем не было никогда... Приходу вместе... Эм... Что делать, подскажите, пожалуйста... Что делать, чтобы что... Понимаю? То есть... Вот этот момент... Эм... Нужно исследовать... Вот... Эм... Ну, просто хочется сказать, что... Наверное... Секс... Это... И сексуальное желание... Это... То, что возникает... Эм... Как... Как правило... Эм... В относительных... Условиях... Безопасности... Эм... Вот... То есть, когда человек чувствует себя безопасностью... Она увлекается сексуальных делами... Ну, значит, мужчина... Если мы... Если это произносит ворезка... Мужина... Перестал чувствовать себя безопасностью... Вот... По какой-то причине... Перестал чувствовать себя... Свободным... Там... Защищенным... Ну... И... Прочее... 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 Вот... И... Соответственно, в этом направлении... Нужно работать... А... Я думаю, что... Эм... Как бы... Эм... Эм... В сексе вообще... Желательно отговаривать... Там всегда какие-то вещи... Особенно, если что-то не устраивает... Вот... Это первое... Эм... Второе... Вам нужно мягко заявлять о своих желаниях... Стопом... Что вы, к примеру... Там... Ну... Что вы хотите... У вас есть потребность... Секс... Нормально... После родов зачастую даже больше... Вот... Чем... Ну... Условно... До родов... Вот... Это тоже нужно сделать... Ну и... Получается, что... С вами с вами и вашим людям... Не такая уж... И... Естетная встреча... Эм... Вот... Так... Такая вот история... Эм... Так... Вы... Эм... Рассмотрите... Для... Себя... Возможность... Обратиться к психологу... Обоим... Вот... Ну и... Соответственно, на... Консультации... Можно будет разобраться... Рассмотреть что и как... А вам нужно и с мужем поработать... Отдельно... Вот... Если вас это задевает... Вас саму это задевает... То, соответственно, с этим тоже... Нужно работать... С этим тоже необходимо... Разбираться... Потому что... Ну... Это... Ненормально конечно... Если вы вот снимаете на площадь счет... То что он... У него... Возникли... Проблемы... Вот... Ну и анализ отношений... Ваших совместных... Конечно... Тоже нужно сделать... Вот... Так... А... Примерно... Я бы ответ... Ответил на... Ваш вопрос... А... На этом все... Если у вас остались... Дополнительные вопросы... Пишите в личку... Буду рад помочь... Если вам понравился мой ответ... Буду благодарен... Если сделаете его лучшим... Я желаю вам всего самого... Доброго... И удачи! Удачи! Удачи!